Ни одно из обстоятельств, касающиеся возможной будущей невестки, вас бы не... Нет, ни в коем случае. ...и никаким образом не напрягало бы. Да, кстати, я в детстве когда маленькая была, слышала о том, что историю, правда, там невеста была русская, но она тоже была старшую жениху на 8 лет. Так от неё обзорена вся её семья, потому что это была революция, это было очень непринято. Так вот, бабушка моя явно сочувствовала этой семье, этой невесте, я вообще не понимала. Ну как можно? Ну там, правда, ещё был так ульён, что семья была трудовая, а девушка вышла замуж за помещение. И на 8 лет её моложе. Вот они все от неё отвернулись. Ну вот это вот так меня вот ещё в детстве задевало. Ну как можно такой астратизм по отношению к родной дочери, к родной сестре, вообще как к родному человеку? Елена, скажите, вот сейчас в вашем окружении, среди родных или друзей, может быть там коллег, есть примеры межнациональных браков? Причём я не имею в виду близкие народы, скажем, русские с украинкой. Нет, слушайте, я сама родилась от межнационального брака, у меня папа наполовину армянин, наполовину грузин. Но я считаю, что дети в таких... Ну а вот у нас в семье половина детей очень красивых, родительской половины очень талантливых. Я подумала, вдруг он вообще гений родился, понимаете? Ну, кстати, да, Александр Сергеевич Пушкин родился. Спасибо большое, Елена, спасибо, счастливо. Пушкин, между прочим, тоже пример, да? Вот тебе, пожалуйста, гений. Григорий напоминает нам историю, я тоже когда-то её читала, про журналистов, который был известен своими российскими убеждениями, спросил однажды Эйнштейна, как бы он отреагировал, если бы его дочь вышла замуж за чернокожего. На что Эйнштейн ответил, нормально бы отреагировал, но вот если бы она собиралась замуж за вас, то я бы стала, пожалуй, возражать. Моему сыну 25, пишет Алексей из Москвы, не шеверену пальцем, чтобы воспрепятствовать, но подолгую и не раз говорю, зная на что подписываешься, там всё другое, она другая. А Мария пишет, а у меня муж Татарин. Мама была очень против, но увидела, что мы счастливы. Смирилась вместе уже 7 лет и двое детей. Но всё равно приходится преодолевать определённые барьеры и перевоспитываться самим или переубеждаться самим. Откровенно говоря, в определённом возрасте, когда люди, мне кажется, начинают жить вместе, да и в любом возрасте, на самом деле, им всегда приходится преодолевать определённые барьеры. Но всё равно девушка из другой семьи, у неё она, может быть, тюбик зубной пасты не закручивает. Это всех страшно раздражает. Ещё раз, вводные условия. Ему 23 года, он сын высокопоставленного чиновника, Москва. Ей 31 год. Она домработница из Таджикистана и есть уже свой ребёнок. Как бы вы отнеслись к подобному союзу, если бы он попытался образоваться рядом с вами, с участием ваших близких, может быть, сын ваш? Или дочь. Вы были бы против? Или спокойно бы восприняли такую перспективу? Возражали бы, препятствовали или нет? 363-3659, телефон прямого эфира. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Ой, вы здесь? Алло. Слушаю вас. Это мы вас слушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, Еха Москва. Как вас зовут? Татьяна, я хочу напомнить замечательное слово. Не за Альянс. Есть такое слово, да? Если я немного забываю. Это во-первых. Во-вторых, что... Вы считаете, что это его пример? Опять-вторых. Это не за Альянс, это их второе. Это во-первых. И во-вторых, надо быть очень избирательным. По-твоему домработчику. Выборщик огромный. И это урок всем мамашам, которые берут вот таких домработчиков, в дом, в семью и не приглядывая за двое мальчиков. Скажи, Татьяна, а чем такая невестка вас внесла? Чем не видела? Ну, то, как, чем это? Не за Альянс, этим все сказано. Вы имеете в виду возрастные различия? 23 года и 31. Или что? Ну, вы либерово-створец, она культура. А, именно происхождение, то, что девушка из Таджикистана. Татьяна, а если бы девушка действительно была, например, из Англии, у вас бы это тоже... О, а у меня тут по плечу, во-первых... Не, ну, нет, ну, мы же тоже люди разных культур совсем. Они там чай пьют в 5 часов, а мы нет. Людмя, чувствую ситуацию, как на мне бабушки от порождаю уши. Что это для психоаналитиков, что взаимоотношение мальчиков с родителями? Татьяна, если это просто любовь, извините. Да, нет, ну, пока же... Какая обычная, настоящая... Какая обычная, настоящая... Тут шли там внутри тела, где она рвачка. И мальчик, говорят, что там хуже и делали, как у нас родители. Вот. Ну, и все, а мы должны было подбирать домработницу, что тут случилось. Очень просто. Есть возражения у вас, мы поняли. Спасибо. Интересно, у нас есть домработница из Англии? Можно туда брать домработницу? Помнишь ли ты те славные времена, когда гувернантками у нас были настоящие французы? В каждом французском, петербургском, да. Да, но случались все-таки истории с этими французсками, но без Альянса случались редко, кстати. Желез сыновей, никто как-то нервался. Выбежал, что журтой было. Ну, бывали случаи в королевских семьях, неожиданных домов, собранников, чё-нибудь. Ну, еще как... Ну, в смысле, не в наших семьях, конечно, хотя в наших тоже было. Так, еще раз из СМС посмотрим, как раз пишет Дмитрий Бартиринбург, который мне заняться не приведет ни к чему хорошему. А друг, зачем препятствовать сейчас, когда люди любят друг друга? Вот, прям, ты практически рассказал, что пишет на Мартёву из Москвы. Любовь не знает рас, нации, статус. Препятствуйте и разрушите. Мы вспомним классику, шип, спирт и так далее. И вот этим любовь прекрасна. Это вот как маленькие дети, которые вместе играют вне зависимости от того, какой у них цвет кожи, например. Они еще не делают различий. Вот так же не влюбленные. Им наплевать на все эти мелочи, на внешние какие-то проявления, на все эти глупые предрассудки. Я вас так говорю, не как дети. Это значит, что некоторые дети в некоторых высочинствах, в некоторых родителях, в кремочном теле, не разрешают некоторым детям играть с другими, некоторыми детьми. Давай! Вот таким подобным. Мамам надо делать а-та-та. Им, а не их малышам. В королевских семьях принца, женившись, ну, этими, не самыми, бомарбинистами и логическими браками, решались правду престола. Были члены семьи. Щекотки и дневных термогов. Ну, то есть, я так понимаю, ищи их на средства. Но при этом семьи не угранились. Титулы, сродника произведена, так и на средства пока не передаются. Титулы, сроднику, сроднику, сроднику. Но подруга тоже, Девушка-другой, стандартная ставки, которая. Он начнёт сроднику подругой. Ты говоришь, что я очень жалко. Я считаю, было на práетрове заявления abuse, ВОСТОРЖЕННЫЕ КОНЕЦ В следующем часе у нас рукой у нас спорят. Пятим поездочный свет. Информация о дневной сутки. В запуске новостей рекомендаемым каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа эхо. Побыльем в 6 часов вечера. Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают С кодом 495 И на хвост мы еще вас сочетаем Номер для СМС Плюс 7 985 970 45 45 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сталкиваются Украины как государство Как народ И как общество В сухом остатке Все интервью Константина Долгова Слушайте и читайте На сайте РУСНОВОСТИ.РОВ Русская служба новостей Мы делаем новости Вещи, которые нельзя пропустить Люди, которых нельзя не услышать Повтор лучшего На РСА Все планы сейчас Тем временем в Центробанк мы дозвонились, наши корреспонденты И там сказали, что не будут комментировать информацию, которая поступила О том, что в Центробанке проводится экстренное совещание По ситуации с курсом доллара и евро Составлялся 0,75% Но на рассмотре, видишь, у нас в эфире прошла информация, что Есть Слово, сейчас в Центробанке экстремент Сидали и на фоне этих слов Там уже обрушился и доллар и евро Рубля Но они потеряли, да Эти данные Мы должны Должны Соответственно, торги сейчас достаточно Продолжны Пост Последний час, чтобы чуть-чуть Рай спадать 8,75% 8,75% Обязательно мы следим Давай ехать дальше Вот здесь, так И вот, что-то забираем Супер на Челябинске Отхединил иски от жены и родителей Погибшего в Желеметье Артема Ищенчикова В одно тело Ты помнишь, да Он приземлился в Желеметье Где очень долго ждали скорой помощи Потом там не оказалось В бригаде скорой помощи Не оказалось соответствующих В медикаменте В поле аппаратуры Вообще-то не смогу было разбираться Итак, районный суд города Супер на Челябинске Объединил иски Об этом просто сроку новостей Сообщил представитель Исцент Лена Гришинова В одно состоялось Предварительное судебное Доседание В ходе которого Были объединены Довальщик Альчичиковой Елена Владимировна И Иска с родителей Исцентра Владимировна Следующее Доседание Назначено На 1 декабря Супер на Иска К международной аэропорте Компании Вера Европы Скорая помощь В итоге составляет 60 миллионов рублей Было по 30 миллионов От супруги Погибшего И от родителей Артёма Чечикова Всё произошло 18 августа Артём Чечикова Возвращался Вместе с женой Из свадебного путешествия Ему стало плохо Во время полёта Из-за чего Рейс Барселона-Челябинск Произвёл Вынужденную посадку В Москве Несмотря на усилия медиков Да, ну это официальная информация Усилия медиков Мы помним, что Люди сомневаются В частности Родственники, да Но официально говорят, что Усилия медиков Не спасли молодого человека Не удалось По словам супруги Это произошло Из-за того, что В Шреметьеве не было Дежурного реанимобиля А скорая помощь Приехала Слишком Но потом Но потом уже последовали Комментарии От скорой помощи Да, и от самого руководства Шреметьев По крайней мере Скорая помощь сказала, что Как только получили Они сразу выехали Это всё зафиксировано Что там в итоге Произошло Непонятно Но вот сейчас Как раз Это не на этом поводу Разбирайтесь Я думаю, что мы Правильно делаем Что держим руку на пульсе И продолжаем следить За этими Сообщениями Потому что Это резонансное Дело было Как только оно Появилось Но Почему-то Не так Мы, например, следим Наши коллеги Не так сильно следят Как, например, следили Помнишь, как с Зави Дебошером Кабаловым? Да Это уж совсем Каждый его шаг Мы Рассказывали Мы это видели Читали И так далее И мы просим вас, друзья Если видите что-то необычное Неожиданное Если есть вопросы Обращайтесь Пишите сообщение СМСки Плюс семь Девять Сто один Сто семь Моя мелодия Русская Душевная На русской службе новостей Продолжение следует... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Димаш Тадосич 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 Официально в твиттере Мордовии сообщается, что в настоящий момент администрация клуба прорабатывает оптимальный вариант размещения команды Москвы. И на этом середине сказали, что русская судьба новостей. И гости спорта. Русская служба новостей. Мы делаем новости. Восемь утра в Москве. Здравствуйте. У микрофона Никита Нелюбин. Российских военных нет на востоке Украины. Это подтверждается в том числе и тем, что опрос Депсишера не нашел доказательств обратного взаимого глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на полях саммита «Андрес» в Пекине. Лавров подчеркнул, что Россия не вовлечена непосредственно в реализацию договоренности о прекращении огня, поскольку это соглашение было подписано между ополченцами и украинским правительством. В эти минуты Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Джоном Керри. В Тувех прошла пятая неделя поисков пропавшего вертолета Ми-8. Сегодня планируется задействовать два воздушных судна и шесть групп наземного поиска, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС. Вертолет тувинских авиалиний пропал утром 10 октября. На борту находились, по разным данным, от 12 до 14 человек. В Перу купит у России три вертолета Ми-17. Сделок запланирован на будущий год. Об этом заявил глава МВТН в южноамериканской страны Даниэль Ураистит. Техника поможет властям в борьбе с наркотрафиком и незаконными шахтами, а также для проведения работы во фронтке лесов и спасения людей. Передает ряд новостей на Круге Владимир Путин провел переговоры со своим перуанским коллегой Альяндой Малой, в итоге, на котором сообщил, что юная авиастроительная корпорация также провел переговоры о поставках в Перу гражданских Смаль. Полиция Лондона предотвратила какую-то порушение на королеву Елизавету. Затрудники Скоттланд-Ярда арестовали четырех мужчин, связанных с некой исламистской террористической группировкой. Как пишет газета ДОСАН, со ссылкой на полицию нападение было запланировано на 8 ноября. В Руэл-Альфант-Холле предложен пройти фестиваль королевского легиона. По информации британской прессы, Затрудники хотели зарезать Ее Величество ножом. В последний раз на жизнь Елизавета II покушались в их в 1981 году. Джаред Лето может сыграть злодея Джонтера сейчас со скоромостным тормозом. Перепел, который об этом пишет в журнале Халли Паври Котта. Сам Лето и студия Борнер-Процесс отказались давать комментарии по этому поводу. Отбоку уже известно, что речь идет о фильме «Отряд самоубийц». Будет рассказывать о разновидении, которые получили шанс искупаться именно перед обществом. Выход картины в российский туркан с планируем на август 2016. Мы следим за развитием событий. Никита Нелюбин. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Руссновости.ру. К сожалению, должен сказать, что я в 8. Я же не верю. Я думаю, что будет 8.5. Русская служба новостей. Русская служба новостей. Праздник выходного дня и подготовка к путнему. Сутник на русской службе новостей. 8 часов 4 минуты. Доброе утро. Русская служба новостей. Здесь года. Субботный выходной день. Будь прийти. В рот, друзья, сегодня уже за окном. Масса. Попробую. Хорошая, теплая, приятная, совсем даже линия. 7, я плюс 7. Хотя я ехала сейчас на окно. 8,8. Молодный. Плюс 7,8. Какая медитарная. Кажется погода. Но обещать сегодня. Пусть он прогреться. В шесть. Граждане в том, что будет тяжело. Дожди, дожди, дожди. В ближайшем году тоже дожди. Стоит русская траура. В Крым. Ночи с августом. Воскресенье на понедельник. Там море с 답бом. Наверное, будет слегка скользко на дорогах. Поэтому, товарищи ангеллисты, обратите, пожалуйста, на это внимание. Друзья, в неделю обещает быть теплой около нуля. Это по Москве. И город Ижевск будет продолжать решать. Сейчас, в течение дня, кстати, мороза, но самая высокая температура, которая сегодня ожидается в Ижевске, это минус 1. А в ближайшие дни и недели, а будет тоже около нуля, но прям совсем около нуля. Плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1. И, дорогие товарищи жители Санкт-Петербурга, доброе утро. Вам сейчас в втором, в ней плюс 4. Сегодня, извините, обещает вам погоду до плюс 5, а в течение недели, знаете, такая же картина, как в Москве, и в Ижевске, наверное, может быть, вам больше, потому что, ну, во втором, у вас вообще ночью, ну, плюс 8, плюс 4, и даже будет солнечная пара, ну, без облаков и без дождя. Ну, в общем, в городе, в целом, такая сходка, просто у меня, друзья. Кладбуля, а тут очень холодно. Идем теплее. Промки ухода сейчас в Москве, между прочим, сцена большая, пробка будет сейчас выключить, 20 минут, ну, только, да, 14 минут, аэропорт до Мадиды, от поворота к Мадидовскому кладбищу, до поста до поста, в общем, от кладбища до ДПС, и там просто ремонт дороги, поэтому там сужение, по-моему, на одну полосу идет, поэтому там пробка. Друзья, сегодня, как уже Стас сказал раньше, 8 ноября, и сегодня, помимо того, что масса всяких интересных исторических событий, сегодня день рождения отмечает товарищ, которого зовут Олен Фабьер, Марис Марсель Деллон, более известный всем, Олен Деллон еще говорит, что он то ли пьет, то ли не пьет одеколон. Конечно, не пьет. Французский киноактер, актер-театр, режиссер, продюсер, сценарист, кинозавезда и секс-символ двух десятилетий, 1960-х и 80-х годов, так представляет его Википедия. Наибольшую известность он приобрел после фильмов «На ярком солнце». Рот и братья Леопард был номинирован на «Золотой кубус» как самый многовещущий мужчин-мечек среди мужчин. Работает для премии Сезар за лучшую мужскую роль в картине «Наша история», кроме всего прочего, он офицер ордена ученого легиона. Предлагаю, с Алила Долуна сегодняшнего утра начать и уйти под песня. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что мне случилось, я тебя смотрю как для первого раза. Я не знаю, что тебе сказать. Но ты есть эта красивая история, которую я никогда не читал. Ты лет и сегодня. Я не знаю, что я никогда не читал. Но это закончилось, когда снега. Поехали. Я не забываю. Я не знаю, что я не понимаю. Я не понимаю, что ты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok